Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress от Info. Перед нами Redmi Note 8 2021 года и сейчас мы настроим клавиатуру данного устройства. Клавиатуру этого телефона можно сделать удобнее, можно добавить сюда циферки на нашу клавиатуру, можно поменять ее тему, можно настроить автоисправление, разные подсказки, сокращения и так дальше. Сейчас этим всем и займемся, настроим специально под вас. Для этого, смотрите, в верхней части клавиатуры нажимаем на шестеренку, после чего мы попадем в настройки нашей клавиатуры. Если у вас ее нет, нужно нажать здесь на стрелочку, в крайнем случае нажимаем на три точки, там у нас будут настройки. В настройках мы можем добавить несколько языков на нашу клавиатуру. У меня уже есть здесь русский и английский, поэтому я добавлять себе ничего не буду. В настройках обязательно включаем ряд цифр. Теперь у нас в камере, что я несу в клавиатуре, в верхней части клавиатуры появляются циферки. Раньше, чтобы печатать цифры, нам нужно было зажимать буквы или нажимать на сюда, переходить в панель символов и писать цифры, что тоже довольно-таки неудобно. Дальше переходим к следующим настройкам. Можем добавить эмодзи на клавиатуру символов, благодаря этому здесь, когда мы нажимаем на клавиатуру символов, у нас появляются смайлики. Также смайлики, если кто-то каким-то чудом не знал, можно открыть, зажав запятую. Я зажал случайно, нет, зажимаем запятую, выбираем здесь смайлики. Видим тут множество смайликов, гифки, всякие эмоджи и так дальше. Это еще не все. Здесь в настройках обязательно можем выключить звук при нажатии клавиш, а также виброотклик на нажатие клавиш. Тоже часто бывает полезно, потому что я не люблю, когда телефон при каждом моем нажатии издает такой неприятный звук. В теме мы можем выбрать любой цвет клавиатуры, к примеру, сделать ее темной, или нажав на плюсик мы можем выбрать какую-то свою картинку из галереи и установить ее на задний фон. Нашей клавиатурой делается это все довольно-таки просто. Исправление текста очень важный пункт. Здесь, в принципе, все не трогаем, кроме фильтра нецензурных слов. Вы его можете выключить, тогда вам будут предлагать в строке подсказок всякие фильтры нецензурных слов. Эмоджи можем оставить. Смотрите, как работают эмоджи. Кстати, по-моему, они в заметках не работают, но если мы напечатаем там слово улыбка, нам телефон должен предложить смайлик с улыбкой. Это больше работает в каких-то переписках и так дальше. Вот в таких чатах по типу этого, по-моему, оно работает нехорошо или коряво, как-то очень странно. Не будем на этом зацикливаться. Дальше пункт автоисправления очень важный. Смотрите, мы печатаем слово «Привет». И вот написали его неправильно. Ставим пробел. Телефон его поправил. Вроде бы все отлично. Но у этого режима есть много минусов. Мы печатаем «ДР», там, к примеру, ставим пробел. Телефон поправляет нас на «ДО». Мы печатаем какое-то сокращение. Телефон часто поправляет нас неправильно. Мы печатаем на сленге или печатаем английские слова русскими буквами. Телефон вообще офигевает, что мы пишем. Он нас не понимает и из-за этого часто исправляет. Не так, как мы хотели бы. Именно для таких случаев вы можете отключить автоисправление текста. Тогда телефон поправлять вас больше не будет. Заглавные автоматически на ваше усмотрение. Точки автоматически после какого-то слова, к примеру, там слово «Привет» тоже напечатаем. Ставим дважды пробел и телефон ставит точку с пробелом. Я надеюсь, вам видно хоть что-то на камере, потому что текст довольно-таки маленький. Дальше в исправлении текста можно еще включить проверка правописания. Это на случай, когда вы отключили автоисправление и печатаете то же слово «Привет» с ошибкой. Ставите пробел. Телефон подчеркивает это слово красным цветом, то бишь он говорит, что в этом слове есть какая-то ошибка. Вы можете также этот пункт включить или выключить на свое усмотрение. Смотрите, непрерывный ввод. Настраивать там нечего. Голосовый ввод тоже настраивать нечего. Буфер обмена обязательно включаем и включаем «Сохранять недавние скриншоты». Теперь у нас на клавиатуре в верхней части есть вот такая вот менюшка. Выглядит как какой-то блокнотик. Нажимаем на него и включаем здесь тоже буфер обмена. Смотрите, теперь мы печатаем какие-то слова, там, к примеру, «Привет», «Как дела», и теперь я копирую там слова «Упс», слово «Привет», «Копировать». Мне кажется, я нажал не «Копировать». А, нет, нажал «Копировать». Дальше выбираем как, и тоже нажимаем копировать, и выбираем дела, и тоже нажимаем копировать. Теперь, нажав сюда, на этот блокнотик, я вижу все, что я копировал, то бишь обычно мы можем скопировать только одну вещь, а если вы хотите скопировать несколько вещей, то вам именно для этих случаев понадобится буфер обмена. В принципе, вы можете здесь возвращаться, здесь как будто бы история того, что вы копировали, показывается несколько последних вещей из тех, которые вы копировали. Это можно, к примеру, удалить отсюда, потому что оно только отвлекает. Ну, и в принципе, с буфером обмена мы еще закончили, но настройки это еще не все. Здесь есть словарь, мы можем сюда добавлять сокращения, к примеру. Смотрите, мы печатаем какое-то сокращение, мы можем тут написать свой номер телефона, или, к примеру, давайте возьмем почту, я печатаю свою почту, она довольно-таки сложная, hardresset info1.gmail.com, а здесь я напечатаю просто русскими буквами слово почта. И все, возвращаемся. Мы добавили вот такое вот сокращение. Теперь, когда у меня кто-то спрашивает мою почту, или мне нужно на каком-то сайте ввести там свою почту, вместо того, чтобы включать английский язык, печатать свою почту, искать здесь где-то собачку, точка, gmail, там, или mail.ru, ком, без разницы, мы просто русскими буквами печатаем слово почта, и телефон говорит мне, какая у меня почта. Можете сюда добавить свой номер телефона, там, к примеру, сокращение номер, или просто даже одна буква N. Можете сюда добавить что угодно, свой инстаграм, можете даже какие-то целые истории сокращать, неважно, насколько длинным будет текст, который вы сокращаете. И последнее, в пункте дополнительно, обязательно убираем галочку возле пункта «Отправлять статистику использования», а также «Улучшить ввод» для всех пользователей. Благодаря этому телефон больше не будет исправлять данные о том, отправлять данные о том, что вы печатаете на клавиатуре вашего телефона в Google. Раньше, до того момента, как вы выключили все, что вы печатали на клавиатуре, собиралось в такую статистику, и телефон отправлял это в Google, они там все это сканировали, и, в принципе, они это все делают под предлогом, что они улучшают статистику, то есть улучшают клавиатуру автоисправления и так дальше. И, в принципе, на самом деле они это делают, но все равно они собирают данные о том, что вы печатаете, что довольно-таки неприятно. Поэтому этот пункт можно выключить. Да и, в принципе, это все настройки на сегодня. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. Мы снимали топ-фишек этого телефона, клавиатуры, камеры данного устройства и так дальше. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!